Говорят, хорошие соседи порой лучше близких родственников. Но как быть, когда людей разделяет не только кирпичное, но и стена непонимания? Который год жильцы дома номер 5 по улице Запорожского казачества в областном центре не могут найти общий язык со своей соседкой. В чем же суть многолетнего конфликта, пытались узнать наши корреспонденты. Жильцы дома знают свою соседку Людмилу много лет. Некоторые даже учились с ней в одной школе. По их словам, проблемы в третьем подъезде дома начались с того дня, когда она вселилась. Сейчас претензий к Людмиле еще больше. Неприятный запах из ее квартиры распространяется на весь подъезд. А еще насекомые и грызуны. Брусаки, зарплаты не хватает на все ядохимикаты, средства. Вонь страшная, мыши лезут в квартиру. Все с помойки, вонь страшная. Там и бытовой мусор, там и продукты. Мы как те разочистили, там в перемешку все. Картошка, очистки. Как утверждают жильцы третьего подъезда, женщина собирает разный хлам с улиц, мусорных баков и несет в квартиру. Зачем ей все это, не объясняет. Наши корреспонденты пытались побеседовать с Людмилой, но она не открыла дверь, хотя в этот момент находилась дома. Лет пять назад вывозили уже мусор, два прицепа. Дворники тогда собрались, начальник ЖЭКа взломали, но она открыла. Терпение соседей иссякло. При съемочной группе они вызвали наряд милиции, чтобы хоть как-то установить диалог и мирно решить проблему. Но и представители правоохранительных органов не смогли выйти с гражданкой на контакт. Жители дома неоднократно обращались в различные инстанции, даже пытались решить проблему самостоятельно, предлагая свою помощь в уборке квартиры и выносе мусора. Но все безрезультатно. Писали, в ЖЭК писали. Реакция? Ну, приходили, заставляли ее делать, вернее, говорили, но никто ничего не делал. Он, Лена, вчера мастер наша Елена Николаевна принесла ей предписание, что она до понедельника убрала. Но за эти дни ничего не сделано. Ну что говорить о соседях, если даже с родной дочерью отношения не сложились? Я дедом не живу. Я со своим мужем живу всю жизнь по квартирам. И все. Я ничего не знаю. Я к маме не касаюсь. Я с ней поругалась, я к ней не касаюсь. Все. Я так с ней вижусь и все. И так. Привет, пока. Жители подъезда серьезно опасаются за свое здоровье. Говорят, что неоднократно бывали случаи, когда в порыве гнева Людмила поджигала соседские двери или обливала их фекалиями. Теперь надеются, что после очередного визита правоохранителей ситуация изменится.